Я прочитаю такое местописание, где в Евангелии от Матфея, в пятой главе, восьмой стишок говорит так, «Блажены чистые серосы, ибо они Бога узорят». «Блажены чистые серосы, ибо они Бога узорят». Слава нашему Богу! За этот вечер, за это общение, за этот дом молитвы, за такое благоприятное, хорошее время, братья и сестры, нам нужно очень-очень благодарить Бога. Вы помните, когда в 2001 году, кажется, если не ошибаюсь, с 11 сентября, пришла тревога в эту страну. Люди жили беспечно, ходили по путям своим, но когда пришла тревога, церкви начали заполняться людьми. Люди бежали не в какие-то кинотеатры, в другие места, а бежали в дом молитвы, обращались к Богу. И Бог нам дает это благоприятное время. И как мы спешим в это хорошее время? Спешим в дом молитвы. Бог сказал, дом мой назовется домом молитвы. Мы в доме молитвы, братья и сестры. Читая Библию, когда Моисей пас овес у своего тестя, и один раз он зашел далеко в пустыню, и он видит, куст горит. И этот куст горит и не сгорает. И он подошел ближе и услышал голос из этого куста. Сними обу твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Братья и сестры, мы в доме молитвы, где Божье присутствие, где Христос сказал, все с вами во все дни жизни, где собрано двое литро, и во имя Мое я там среди вас. И Он среди нас на этом месте присутствует Духом Святым. Чисто ли Мое сердце? Белые ли Мои одежды? В жизни Моей все ли хорошо с Моим Богом? Место, на котором ты присутствуешь в этот вечер, присутствует Сам Господь. И нам нужно проверить Свое сердце. Какое оно? Чем оно наполнено? Наполнено ли оно радостью, любовью, миром? говорит Слово Божие, более всего хранимого. Это обращение к христианам. Это обращение к детям Божьим, которые возлюбили Его явления, приходят в дом молитвы, читают Библию, исполняются Духом Святым, братья и сестры, как мы храним Своё сердце. Чем оно наполнено в этот вечер, в доме молитвы находясь. Братья и сестры, наполнено оно ли радостью, Божьим Словом? Наполнено ли оно жизнью, которая во Христе Иисусе? Наполнено ли оно Духом Святым? Братья и сестры, радуюсь ли я, что я Дитя Божие? Давайте проверим каждый себя, в каком я отношении, какая цель моего прихода на это место, о чём моё мышление, для чего открыто моё сердце в доме молитвы в этот вечер. Братья и сестры, Господь на этом месте, Он обозревает всю землю, Он обозревает это место, Он обозревает каждое сердце и видит твои мысли, твои желания, твои намерения. В этот вечер Бог видит, радуется ли твоё сердце, открыто ли твоё сердце для Духа Святого, чистое ли твоё сердце, или может есть какой-то грех, какое-то зло, какая-то неправда. Братья и сестры, Бог даёт нам это благоприятное время, чтобы мы проверяли себя. И Бог делает человека счастливым и блаженным. Читая Библию, в Евангелии от Марка 5 главе, написано, когда Христос прибыл в страну Годоринскую, Он был в лодке, и подошёл к нему человек, сказанного, одержимый духом бесовским. Этот человек жил в гробах, бился о камни, связывались с цепями, и он разрывал. Братья и сестры, дьявол, который пришёл украсть, убить и погубить, делает человека самым несчастным на земле. Он хочет, чтобы не было радости, не было счастья в жизни человека. И он хочет, чтобы в христиан не было радости и жизни, которая в Боге. и он подбежал к Иисусу, и Христос его освободил. И он спрашивает, как вас много, много, легион, братья и сестры, и Бог освобождает этого человека. У него новая жизнь, новое сердце. И он говорит, Иисус, я тоже пойду с тобой. Христос говорит ему, не нужно, возвратись в дом и расскажи, что сделал с тобой Иисус. Братья и сестры, Христос, Он есть Бог-любов. Он хочет, чтобы человеку всегда было хорошо. И мы пришли в дом молитвы для того, чтобы пристать при лице Божьем, услышать Его Слово. Для того, чтобы Дух Святой наполнил каждое сердце. Нужно открыть свое сердце. И говорит Слово Божье, помыслите о претерпевшем на собою такое поругание от грешников. Помыслите. Это Слово Божье говорит, помыслите, братья и сестры. И в этот вечер давайте помыслим о том, что Христос претерпел, вися на кресте, от грешников. Что Он сделал для каждого из нас, для каждого из нас, сидящего на этом месте, что сделал Иисус Христос. Говорит Слово Божье, помыслите, помыслите. Братья и сестры, Он явил свою любовь для своего творения. Каждому из нас проявил великую любовь. И как говорит Слово Божье, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помыслите о претерпевшем над Собою такое поругание от грешников. И мы будем в день воскресный принимать тело Господа Иисуса Христа, в Котором жизнь, счастье, благословение, будем принимать кровь Иисуса Христа. Братья и сестры, если наше сердце не будет чистым, то после молитвы, когда будут служители совершать молитву над этим опреслаком, и после молитвы мы будем видеть веру, принимать веру тело Иисуса и кровь, если наше сердце, оно не будет чистым, мы не увидим в этом опреслаке после молитвы тело Господа, мы не увидим там жизни и благословения, братья и сестры, не увидим в этой крови Иисуса, в которой благословение и жизнь, потому надо нам иметь сердце чистое, и говорить сердце чистое, сотвори во мне Божие. Что сделал Христос для каждого из нас? Дьявол не хотел, чтобы он шел на Голгофу, найти страдания, кровь проливал, стал этой жертвой, он даже через Петра говорит, дьявол, будь милостив к себе. Братья и сестры, Христос был в такой самой человеческой плоти, как я и ты. И у него была сильная борьба, сильное сражение. Когда он находился в Гефсиманском саду, он знал, что его ожидает, он знал, что его творения эти люди, они, прежде чем повесить на крест, прибить гвозди в его тело, прежде чем кровь польется с его тела, они сильно издевались над ним, издевались над этой жертвой. В доме Каяфа в ночное время били, смеялись. Потом, когда он пристал пред Пилата, братья и сестры, собрали полк, били его палками, положили терновый венец, большие иголки на его голову и били палками. Он знал, он знал, на что он идет, и сильная борьба была там в Евсиманском саду, он все знал, что будет дело с ним, и он говорит, Господи, отец, да минует чаша моя сия, он знал, что его ожидают тяжелые, чудные, но он говорит, впрочем, не как я, но как ты, отче, да будет воля твоя. Он знал, для чего он пришел, он знал, на какое время он пришел, он знал, что предстоит сильная борьба, он знал, что ему в этой борьбе нужно одержать великую победу, победу над дьяволом, чтобы взять эти ключи ада и смерти, братья и сестры, он шел на эти страдания ради тебя и меня, чтобы сделать тебя и меня самым счастливым человеком на этой земле. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Братья и сестры, ему было тяжело, ему было трудно, но он шел, он шел, он знал, что он должен одержать победу, он знал, что он должен быть победителем, он знал, он знал, что тяжело ему будет, трудно, но он шел. Братья и сестры, вы посмотрите, он стал этой жертвой, он кровь свою пролил, он взял наши немощи и понес болезни, и тяжесть всего мира, этого греха, он взял на себя, он стал этой жертвой, он был чистым максимум, принес себя в жертву, он не сопротивлялся, он добровольно лег на этот крест, белые гвозди, было больно, братья и сестры, но он все делал ради тебя и меня, чтобы сделать нас счастливыми и блаженными, слава нашему Богу, слава, слава, слава нашему Богу, пусть твое сердце не молчит, пусть твое сердце воздает славу Богу, потому что только Он, только Он, един Он, живой Бог Иисус, который есть спаситель твой мой, есть победитель, Он достоин славы, братья и сестры, потому, находясь в этом служении, давайте не просто сидеть, давайте будем благодарить Бога, будем молиться, открывать свое сердце для принятия Божьего Слова, которое живо и действенно, давайте будем давать место Духу Святому, который есть утешитель, которого послал Господь в сердца наши, для того, чтобы мы общались с Духом Святым, давали место Духу Святому, а Дух Святой, Он утешает, Он укрепляет, Он поддерживает, Он наполняет сердце радостью, это делает Дух Святой, которого послал Иисус Христос в наши сердца, слава Богу, слава Богу, слава Богу, братья и сестры, и Он взял эту тяжесть греха твоего и моего, вы представьте, когда я даю место Дьяволу посредством обиды, раздражения, недовольства, какая тяжесть она налегает на меня, нет радости, нет счастья, нет жизни, тяжело мне, но когда я обращаюсь к Иисусу, только Он может снять, только Его кровь может очистить твое сердце и особо твою совесть, и она никогда не будет тебя осуждать. Это делает кровь Иисуса Христа. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Это все Иисус, это все Его любовь, это все Его доброта, это все Иисус сделал для тебя и меня, чтобы каждый из нас был счастливым и блаженным. Братья и сестры, слава нашему Богу! И говорит Слово Божие, не сообразуйтесь с миром всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И говорит апостол Иоанн, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, она не есть от Бога, от Отца, но от мира. И говорит Слово Божие, не сообразуйтесь, не становитесь в одно, потому что придет беда. Эти все похоти, это дьявол посылает в нашу жизнь, в наше сердце, чтобы завладеть нашим сердцем, чтобы отвести нас от нашего Бога, а это все говорит Иоанн, это не есть от Отца, наговорить Слово Божие, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Другими словами, поменяйтесь, пребывайте в Слове, углубляйтесь в Слово, оно будет работать в вашей жизни, и оно говорит, как нам нужно поступать, что нам нужно делать, как нам нужно жить, как нам любить ближе Его, как нам любить нашего Бога, обо всем этом говорит Слово Божие, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, слава нашему Богу, слава Богу, и говорит Слово Божие, помыслите о претерпевшем нас собою, такое поругание от крестчиков. И это все ради каждого из нас, чтобы мы были счастливыми. В любое время, когда мы даем место дьяволу, на сельском обращаться, мы можем обращаться к Иисусу Христу, можем обращаться к Его крови, идти в раскаяние, с исповеданием, и кровь Его, она омывает, очищает. И если есть тяжесть какого-то греха, тяжесть, она не дает тебе жить спокойно, быть в свободе, быть в радости, нужно каждому освободиться. Ты можешь в этот вечер выйти сюда для того, чтобы служителя церкви помолилась, и быть свободным, и радоваться в Господе, и радоваться в Духе Святом. Христос для этого пришел, дабы дать свободу. Эту свободу дает Иисус. Если в твоем сердце нет этой свободы, спеши, иди к Иисусу, иди к Иисусу. Он может сделать твое сердце чистым, свободным, может Его крово мыть твое сердце, и ты уйдешь с этого места радуясь. Вы помните, когда приходили и приносили больных, Иисус говорит, что прощайся тебе грехи, и Он дальше говорит, иди и впредь не греши. Потому, если тебя кровь Иисуса мыла, если тебя Бог просил, береги свое сердце, чтобы оно всегда было чистым, оно было открыто для Духа Святого, открыто для Бога, открыто для Божьих благословений, а закрыто для дьявола, то, что Он преподносит, что Он предлагает тебе, пусть твое сердце всегда будет закрыто для дьявола, для этих похотей, для этого всякого греха, для всякого зла. Тебя любит Иисус, и Он хочет, чтобы ты жил, живя в этой плоти, радовался и благодарил. Да благословит Господь каждого из нас. Братья и сестры, мы пришли для того, чтобы воздаст славу Богу, мы пришли для того, чтобы пообщаться с Богом, мы пришли для того, чтобы соединиться в одном Духе с нашим Богом. Братья и сестры, а соединяющийся с Ним, есть один Дух с Ним. Братья и сестры, от Него радость, от Него жизнь, от Него благословения, от Него исцеления, все от Него приходит в нашу жизнь, в наши сердца. Давайте не просто будем сидеть, не просто стоять на коленях, но будем благодарить Бога за эту жертву, за Его кровь, за то, что Он согласился пойти на эту Голгофу, на эти страдания ради Тебя, ради меня, ради любви к каждому из нас. Братья и сестры, слава Богу нашему, давайте, преклоняя колени, будем благодарить. Он достоин славы, только Он, потому что Он вывел нас из тьмы на свет, Он освободил от этого рабства греха и сделал свободными, Он вывел из этих сетей, освободил сетей дьявола. Братья и сестры, это сделал все Господь в нашей жизни. Преклоняя колени, будем благодарить, будем размышлять, помышлять о том, что Он сделал, о Его любви, о Его страданиях, не только в этот вечер, не только в воскресенье, когда мы будем принимать тело и кровь Иисуса Христа, будем принимать жизнь и благословения. Но будем с таким желанием идти, Господь, идя в воскресный день, я хочу принять Твои благословения, принять жизнь, которая в крови и в теле. Это все, как говорит Слово Божье, это все истина. Почему? Потому что Христос не остался в гробе, Он воскрес из мертвых, и Он живой, живой, присутствующий с нами, на этом месте, присутствующий с Тобой, с Твоей семьей во всякое время и на всяком месте. Слава нашему Богу! Будем благодарить Его, ценить тем, что Он дает, дорожить этим временем, дорожить домом молитвы, дорожить общением друг с другом. Братья и сестры, это время не всегда так будет. Вы посмотрите, какие события совершаются по всей земле, но у нас такая милость Божья, такая милость Божья, тишина и спокойствие. Я уже здесь прожил почти через пять лет, ни ураганов, ни наводнений, ни землетрясений, тихое мирное небо, ракеты не летают, нет каких-то вон, кровопролития в нашей местности. Это Господь, Он любит нас, Он заботится о наших детках, и Он хочет, чтобы во все дни жизни нам было хорошо, а будет хорошо, когда мы будем с Ним. Имя Господне да будет благословенно прославлено. Фала ему за все. Аминь. Помолимся.